Сегодня мы не будем говорить о том, сколько стоят дома, сколько можно взять в кредит, какой будет процент на кредит, дадут ли вам кредит и так далее. Нет, сегодня я просто покажу вам, как проходит осмотр дома. Мне повезло, моя подруга, она риэлтор, и она согласилась показать мне один дом, который продается сейчас в Редмонде. Редмон это город возле Сиэтла, скорее ближе к Белловью, что уже лучше. Тут, в принципе, все недешево. Поэтому сейчас посмотрим, какая там атмосфера, какой там район, как вообще выглядит этот дом, как проходит осмотр, и самое главное узнаем, сколько же он стоит. Правда ли, что в Америке каждый может себе позволить телефон, ноутбук, любой вид техники? Да, правда. Правда ли, что в Америке можно позволить себе машину, для этого не нужно работать всю жизнь? Правда. Правда ли вы можете себе здесь позволить ходить, в тренажерные залы, в разные спаи и так далее, для этого тоже не нужно продавать почку? Правда. И даже если у вас не самая высокая зарплата, и вы, возможно, не можете выплатить все сразу, вы всегда можете это сделать через кредиты. Здесь много разных беспроцентных кредитов, все понятно. В принципе, комфортную жизнь себе здесь можно позволить. Можно и в рестораны ходить, можно и в кино ходить, можно и на разные развлекательные шоу-концерты ходить, можно и вкусно кушать, можно и отдыхать, можно и в поездке ездить, можно и по Америке летать. Но, правда ли, каждый может себе здесь позволить купить дом? Сегодня давайте разбираться. Меня зовут Лера, я живу в штате Вашингтон возле города Сиэтта уже около шести лет. Кстати, вот-вот-вот будет через пару дней ровно шесть лет. И я начала интересоваться вопросом покупки дома. Хочу ли я купить его в этом году, спросите вы? Да, хочу. Могу ли я это позволить? Нет, не могу. Зачем же так рано интересоваться покупкой дома, если не собираюсь это делать ни сегодня, ни завтра, ни даже до конца этого года? Дело в том, что поиск дома, процедура довольно длительная, выбора много, есть что посмотреть, есть разные планировки. Некоторые люди, например, покупают дома в более старом состоянии, чтобы потом их реконструировать, да, и продать подороже. Кто-то же готов сразу заплатить побольше, чтобы вот так приехал, заехал и не переживаешь. Поэтому, в общем-то, это занимает определенное количество времени. Вы должны, во-первых, понять, что вы хотите, во-вторых, вы должны понять, сколько вы можете себе позволить и вообще можете либо позволить себе покупать дом. Поэтому, как говорят, готовь тапки с вечера. Нет, куртку с лета готовь. Что там готовить надо? Напишите в комментариях, я забыла. В общем, раньше приготовишься, больше вероятность того, что получится все сделать тогда, когда тебе этого же действительно вот так вот захочется. Я не могу сказать, что у меня желание купить дом прямо выше крыши. Нет, у меня никогда не было этой штуки. Знаете, что если дом не купила, значит, ты не реализовался. У меня этого нет, но все-таки что-то, что-то где-то вот тут в моих желаниях у меня накручивается, чтобы получить что-то свое, чтобы вкладывать деньги в развитие чего-то своего, своего дома, реконструкции. Не знаю, это, в общем-то, огородико. Если можно позволить огород, знаете, то дело щепетильное в этом вопросе. Поэтому я решила не тратить время впустую и начать заниматься этим вопросом сейчас. Это считается центр Редмонда, город правее и чуть выше Бэловью. Хороший тихий, он небольшой. Здесь считается, что живут одни вот айтишники, говорят индусы. Индусы, азиаты, ну и те из наших, кто тоже стал айтишником, живет здесь. Вот здесь уже есть какие-то домики. Это квартирные комплексы, сейчас доедем туда. Обратите внимание, как все зелено и красиво, или зеленое, зелено. О, рядышком emergency. Никому, конечно, не советую, но в случае чего считайте по соседству. Я, кстати, один дом еще до этого ездила смотрела, и там на улице прям жил коп, потом жил медбрат. Поэтому, мне кажется, полный набор. О, так-то вам посветлее. Ну, вот такие районы мне нравятся. Если честно, я бы здесь с радостью бы бегала бы на пробежки. Выгуливала бы свою несуществующую собаку. О, ну, вот все люди занимаются. Ой, блин, если честно, очень красиво. И что тут дом стоит меньше миллиона, пожалуйста? Что с ним не так? Тут будет где-то подвох. Так, я, в общем, приехала к дому. Сарина помогает там его открыть. Нужно еще найти ключ. Оказалось, что-то таунхаус. Я почему-то думала, что это будет отдельный дом, но я, конечно же, не внимательно на себя смотрела. Обязательно, когда вы заходите в дом, нужно постучать, чтобы увидеться, что там нет жильцов. То у нас один раз такое было. Так, добрый вечер. Вход. Велкам ту лакаса. Очень классное преимущество это дома, что здесь сразу при входе есть вот такой вот мини-гардеробная. Туда можно сразу скинуть всю верхнюю одежду. Очень удобно. Потом, конечно же, я люблю это дело. Ламинат. Так, микрофон. Я ничего не понимаю в качестве ламината, но я, мне кажется, это не самый хороший. Но, в любом случае, лучше, чем ковролин. Здесь у нас гараж. А гараж для женщины. Это что? Это место, где можно собрать все барахлишко, которое не влазит в ваш дом. Классно. Для мужчины, не знаю, наверное, какие-то ремонтные штуки. Для меня это вакуумные пакеты, разные одеяла. С гаража на первый этаж у нас ванная. Здесь только туалет, раковина. Опять-таки, довольно-довольно маленькое пространство. Вот здесь прикольно. Вот здесь какие-то полочки, но здесь вот, как будто меня сжали, как селедку. Там у нас будет второй этаж. Позже туда поднимемся. Вот здесь такая прикольная инсталляция. Здесь, наверное, еще какой-то шкафчик. Ну, как мини-сторидж для сбора всяких вещиц. Так, теперь зал. Зал, если честно, прикольный. Потолки, я не скажу, что самые высокие, но довольно просторно себя чувствуешь. Мне кажется, бывают и ниже. Вот там можно повесить телевизор. Здесь есть камин. Здесь, в принципе, как Сарина сказала, можно и уголок поставить. Диван, да, можно и просто диван. Прикольно. Окна, но недостаточно много света. Вот сейчас на улице еще светло, а здесь вот и лампочки нужны. Мне кажется, если выключить весь свет, то, естественно, света будет мало, а это минус. Это называется dining area. Ну, довольно нормальный стол поставил, людей посадил. Окей. Кухня. Вот здесь чуть-чуть проблемы. Допустим, тут холодильник. Здесь кофемашинка. Здесь еще какая-то штука. Готовить, по сути, негде. Вот здесь очень маленькое пространство. И здесь как-то в углу не будешь готовить. Поэтому, наверное, маловато, если можно все тут чуть-чуть подвинуть, разбить и удлинить, и поставить где-то island, то будет, наверное, получше. Но зато обратите внимание, вот вам посудомойка. Все входит, да? Печка, микроволновка. Но здесь странно, нет холодильника. В других домах были. Кстати, мне еще очень нравится вот этот вот зелененький свет. Но, как вам кажется, кухня маловато. Может быть, для молодой семьи нормально, с детьми может быть недостаточно большая. Пишите в комментариях, что думаете. Окей, не окей, что нравится, что не нравится. Я вам пока покажу патио. Так, патио-патио. Так, идем на улицу. Вообще, бэк-ярты в домах в Сетле, это большая редкость. Здесь все вот так вот, как селедочки стоят. Здесь есть небольшая area. Вот эти кусты можно обрезать. Все, что выходит на вашу территорию, все это можно обрезать, чтобы у вас тут было попросторнее. Вот тут куст и так далее. Здесь вот есть зона для столика, и можно поставить и мангал. И вот нужно, конечно, узнавать, какая именно, где заканчивается ваша территория, потому что, возможно, что не вот этот забор, а чуть дальше. И тогда здесь даже и хаттаб влезет. Сюда посмотрите. Знаете, что это? Это деревья Вашингтона. Вот, вот он Вашингтон. Большая редкость. А это все еще в центре Редмонда. А дома не напиханы в кучу. Классно. А теперь пошлите на второй этаж. Ну так, все, идем на второй. Ты-ты-ты-ты-ты. Мы продолжаем нашу съемку, как в Selling Sunset. Что я могу сказать? Ковер всегда... Ну нет, не всегда, бру. На втором этаже тут ковер. Честно, я не очень люблю, учитывая, что у меня котик. А я бы такая, чтобы везде был паркет, кроме вот, может быть, спальни. Да и спальни. Я, наверное, бы везде хотела, чтобы был бы паркет. И все. Кстати, обратите внимание, что тут прям вот все-все-все очень покрашено. Было бы оно коричневого цвета. В Америке любят сделать дома в таких вот эти вот лудки делают коричневыми цветами. Оно сразу выглядит все старое и дешево. Ну ладно, идем. Вот на второй этаж мы поднялись. Здесь открытый спейс, что значит с первого этажа выглядит все довольно так шире, обширно и много пространства, много воздуха. Мне нравится. Ладно, поднялись на второй этаж. Справа лаундри. Ой, так, а как тут цветок? Полочки. Я такое люблю. Здесь стиральные машинки, старенькие. Они, наверное, остаются, да? Потому что, мне кажется, такие не вывозят потом из домов. Идем дальше. О, это детская ванна или гостевая ванна, если в той комнате стоят дети. Нет, не тут. Тут, значит, у нас, так, тут, значит, у нас раковина. И вот этот вот старенький коричневого цвета, о котором я говорила. Добрый вечер. Ну и, собственно, сама ванная. Очень маленькая комната. Один туалет, ванная и буквально даже нету никакого пространства, чтобы поставить какой-то шкафчик. Вот здесь вы повесите полотенце как. И все. Мне кажется, довольно маловато. И здесь у нас спальня. Это не мастер-бедрум. Это считается гостевая спальня, либо спальня для ребенка. Вот эта вот эрия, если честно, мне кажется, очень даже прикольная. Я бы, если честно, тут бы очень даже по кайфу работала с видом на сад. Ну, тут не совсем на сад. Больше на соседский дом, на проезжую часть. Но, в любом случае, есть свежий воздух, что ли, благодаря этим оконам. Кровать. Любая, наверное, по размеру тут, в принципе, влезет. И шкафчик. Вот в Америке вот такие вот любят шкафчики. Нету здесь таких шкафов. Здесь, в общем-то, встроенные шкафы, если это можно так назвать. Нету здесь вот наших шкафов, которые вы привозите и ставите. Это всегда все тут в стенах. А теперь пошлите покажу вам мастер-бедрум. Чикс. Чикс. Так, тут я свет выключу. Ну, тут мы уже помним, что у нас по месту. Мастер-бедрум, если честно, кажется большой. Посмотрите. Вот здесь можно поставить какой-то комод. Кровать большого размера влезет. Могу сломать экспонат. Рабочая зона. Прикольно. И тоже мне очень нравятся вот эти окна. Еще посмотрите, ребята, с видом на лес. Ну, разве ли это не кайф? Ну, знаете, что странно? Ну, ладно, я не раз видела, что вот эти вот двойные двери в мастер-бедрум. It's fine. Но чтобы двойные двери в ванную, но я тут как будто на дискотеку иду, не знаю. Ну, как тут включается свет? Ну, как? А, вот. Значит, ванная. Опять-таки, старенькие вот эти вот все штучки. И мне не нравится, когда вот клозет, то есть гардеробная в мастер-бедрум, она, получается, выходит из ванной. Потому что, если влага попадает... Ну, понятное дело, что вот ванная, да, от нее будет идти влага. Сюда. И тут даже двери нету, чтобы закрыть. Получается, нужно все время тут как-то проветривать. Я и так, конечно, проветриваю, но в любом случае, я люблю, чтобы гардеробная не была, ванная была отдельно. Ну, и здесь. Туалет. Ванная довольно маленькая. Как правило, вот эти вот мастер-бедрумы с ванными, они такие массивные, там и душ будет, и ванная. И отдельно. И две раковины для мужа, да, и жены. А здесь вот прям миниатюрненькая. Но зато все сделано вот довольно аккуратно. Даже вот эти вот относительно старенькие, как эти, столешницы, не знаю, countertops. Они, в принципе, неплохие, но вот это, конечно, да, старенькое, это бы переделывать. Вот, ну и вот. Захочу заметить, ребята, очень высокие потолки, что очень открывает тоже пространство, и от этого комната кажется много больше. Ну, ладно. Так. Чикс. Мой честный отзыв. Мне очень нравится, что дом находится в центре города. Не нужно никуда ехать. Для меня это очень важный пункт, потому что если нас когда-то вернут всех в офис, я не хочу стоять в пробке полтора часа. Поэтому в таких ситуациях, если вы тоже такой человек, который может работать из дома сейчас, но потом нужно будет вернуться в офис, или уже работает из офиса, то там нужно выбирать. Вы либо платите за дом больше, живете ближе к центру, либо платите меньше, живете дальше к центру, либо платите, но опять-таки все равно больше, да, еще больше даже, если дом хороший, большой, с новым ремонтом. Либо же вы жертвуете ремонтом, чтобы жить ближе к центру. В общем, свои нюансы. Вот в этот конкретный дом, это по сути не дом, а таунхаус. Он, то есть один большой дом разбит напополам, да, там дом и там дом. Цена. Барабанное ядро. 799 тысяч долларов. Короче, 800 тысяч долларов стоит этот таунхаус. Я спросила у Сарина, у риэлтора, она сказала, что это около, ну, понятно, там все зависит от даунпеймента, сколько вы дадите, но, допустим, там даунпеймента не 20% далеко. Около 6 тысяч долларов в месяц. Не хочу вдаваться здесь в финансовые детали, там еще вопрос по процентам и так далее. Это, наверное, все темы для другого видео. Но давайте просто 800 тысяч долларов стоит дом плюс процент. В процентах вы тоже неплохо переплачиваете за дом и за 30 лет там кредита. Можно и в полтора раза дом переплатить, а можно и в два раза дом переплатить, там разные истории. Ну, как думаете, сколько денег нужно зарабатывать в месяц чистыми после вычета налогов для того, чтобы можно было позволить жить в таком доме? Пишите в комментариях, мне будет интересно посмотреть, потому что у меня есть, например, одна цифра в голове. Интересно, что думаете вы по этому поводу. И вот, как я и сказала, можно позволить в Штатах много чего, но, к сожалению, дом в хорошем районе, уже с хорошим ремонтом, хорошего размера. Ох, позволить не так-то и просто. Поверьте, это, наверное, один из немногих домов, точнее, таунхаусов, которые здесь попались до 800 тысяч. В этом районе, как правило, миллионы выше. Я уж удивилась, что подупала такая цена на этот таунхаус, но он маленький. Всего две комнаты, одна спальная родительская, одна для детей. Если вы хотите, там, три комнаты, спальная родительская, две детские, там, детская, да, гостевая, то уже цены, короче, растут. В общем, пишите, что думаете, понравился, не понравился дом. Я постараюсь снимать еще такие видео, если вам будет интересно. Дайте знать, опять-таки, напишите в комментариях. Я вам, как всегда, желаю хорошего дня, либо ночи. И еще желаю много денег на дом вашей мечты. Bye! Субтитры сделал DimaTorzok